Доброе утро. Приветствую тех, кто с утра пораньше пришел послушать про чат-ботов. Меня действительно зовут Михаил Волков. Я руковожу разработкой платформы чат-ботов для клиентского сервиса в компании Озон. Собственно, компания Озон — это большой интернет-магазин и marketplace, то есть площадка, на которой сторонние продавцы продают свои товары, размещают свои товары. Заказов в день получается действительно много, заказы очень разные, но понятно, что для пользователя и доставка холодильника в Норильск, и доставка пачки печенья в Новосибирск — это все очень важно. И пользователь очень расстроится, если во время совершения этого заказа возникнут какие-то проблемы. О себе. Я работал в индустриях действительно с очень разным подходом качества от финансов, где все настолько зарегулировано, что мы релизимся примерно два раза в год, и до геймдева, где очень любят тестирование на пользователях, очень длинные бета-тесты, телеметрию, сбор информации с пользователей. Ну и теперь применяю все это дело в разработке чат-бота. В проекте я с самого начала, с самой первой идеей о том, что вот давайте как-нибудь нанесем озону пользу, ну, например, сделаем чат-бота, который бы как-нибудь нам помогал, контактному центру. Итак, сегодня мы поговорим о том, как мы сделали достаточно хорошего чат-бота для контактного центра, как мы узнали, что он достаточно хорош, и как мы поддерживаем качество в большом и довольно-таки разношерстном проекте относительно небольшой команды. Ну и кроме того, мы затронем тему, что же делать тестировщику, если все тесты уже зеленые, и вроде как делать больше нечего. Итак, кому будет полезно? Полезно, я думаю, будет тестировщикам, особенно тем, которые реально страдают от того, что они хотят сформулированные ТЗ, но их не дают, это ТЗ. Полезно, я думаю, будет менеджерам, которые, конечно же, знают о том, что 80% технологичных проектов страдают от неправильного целеполагания, и в конце концов оказываются в корзине. И я думаю, что полезно будет разработчикам чат-бота. Коллеги, давайте договоримся, что прямо с завтрашнего дня, с понедельника, мы перестанем делать плохих чат-ботов и будем делать только хорошие. Вот предлагаю такое. Как вам такое? Итак, контактный центр Озона. Действительно, пользователи Озона совершают очень большое количество заказов в день. У пользователей неизбежно возникают проблемы. Они с этим проблемами пишут в чат. Генерируют около сотни тысяч обращений в день. Итак, в этом чате эти обращения обрабатывают, ну, давайте предположим, сначала, что люди. Контактный центр Озона – это около двух тысяч человек, которые сидят в Твери, в Тамбове. Обращения они обрабатывают долго, с неопределенным качеством, и что наиболее обидно для компаний, очень-очень дорого. Есть очевидная идея – автоматизация контактного центра. Фактически, чат-бот встречает пользователя в чатике и пытается по реплике пользователя либо понять, в чем его проблема, ну, распознать автоматический смысл с помощью машинного обучения, либо попросить его как-то уточнить, может быть, продолжить диалог, может быть, как-то понажимать на кнопки. Задача чат-бота – это автоматизация общения между пользователем и КЦ. Хотелось бы решать проблемы пользователя быстрее, точнее и удобнее, чем оператор. Фактически, чат-бот – это, например, сценарийный интерфейс решения проблем. Если подумать, то когда мы заходим на главную страницу сайта Ozone.ru, интерфейс сделан для того, чтобы люди больше покупали, чтобы люди правильно выбирали товары, а когда у них возникает проблема, они должны обратиться к какому-то другому интерфейсу. И похоже, что этот интерфейс должен быть похож на чат-бот. Наша сверхзадача чат-бота – это решать проблему пользователя еще до того, как он ее сформулировал. Например, если сейчас 19.05, а к пользователю должен был приехать курьер в 19.00, то, в принципе, мы уже понимаем, с какой проблемой он к нам обратится, и даже мы понимаем, что мы можем ему предложить в качестве решения. Кроме того, у чат-бота есть такая большая, я бы сказал, гуманистическая функция. Он освобождает операторов от примитивных вопросов. Понятно, что ответить сто раз на вопрос, а можно ли вернуть в Ozone товар, это довольно-таки работа не для человека. Даже робот может сказать, да, можно. Итак, кроме того, когда бот забирает на себя более примитивные вопросы, на долю оператора остаются более сложные вопросы, и, соответственно, они могут уделить им больше времени, больше сил. О нашей команде. У нас действительно небольшая команда, у нас 6 человек, и поэтому наш фокус, он на эффективности. Есть много чего классного, что мы хотели бы сделать, но не делаем, потому что, ну, это не максимальный приоритет. Итак, вернемся к вопросу, который вынесен в заглаве нашего доклада, о том, хорошо ли работает наш робот, наш бот. Если спросить, вот, я думаю, что многих людей за пределами этого зала, кто должен отвечать за качество проекта? Ну, ответ будет довольно очевиден. Тестировщики? Ну, кто? Это их работа. Ну, что ж, давайте попробуем посмотреть на эту проблему немножко с нескольких сторон. Но сначала небольшой интерактив. Итак, предположим, вы Куэй в проекте. Вы написали много-много автотестов. Они отличные, они классные. А вы написали отчет, все тесты зеленые. Можно уже идти домой? Или можно в случае удаленки идти на диван или на кровать лежать? Кто думает, что да, можно? Так, стоп. Никто? Кто думает, что нельзя идти домой? Нет. Так, похоже, я попал в секцию менеджеров. Это точно не Куэй. Как так? Ну, давайте посмотрим, окей, что могут делать Куэй, кроме тестов. В поисках ответа на вопрос, что же такое качество программного обеспечения, я обратился к ультимативному источнику, к Википедии. Итак, качество программного обеспечения, я зачитаю, это способность программного продукта при заданных условиях удовлетворять установленным или предполагаемым потребностям. потребности в случае чат-бота. Бот должен быть живой, дружелюбный, серьезный, может быть, немножко шутить, ориентировать на решение проблем, отвечать быстро, по делу. Ну, что ж. И на самом деле это действительно потребности бизнеса, поскольку все мы, наверное, видели множество плохих ботов, которые тупят, плохо распознают вопрос, пытаются наивно хитрить как-то, ну, бот пытается хитрить человека довольно глупо, показывают пользователю внутренние ошибки, ну и, соответственно, большой-большой грех бота это не пускать к оператору даже по запросу. Хотя понятно, почему так делает, но разве это хорошо? Да, похоже, только тестирование тут не обозить. Обеспечение качества в некотором смысле похоже на слоеный пирог. Давайте посмотрим на него с точки зрения нескольких людей, с точки зрения нескольких групп специалистов, девопсов, программистов, инженеров ML, аналитиков и менеджеров. На каждом этом уровне есть немножко свое понимание качества. Посмотрим, чем они отличаются и где же здесь Куэй. Итак, нулевой уровень, девопсы. В Озоне, как только разработчик деплоит заглушку сервиса, он автоматически получает мониторинг, алертинг, распределенный трейсинг, логирование, CICD, понятное дело. И, соответственно, все вот эти вот хорошие метрики, кавки, базы и так далее, собираются с прометеосом, выводятся в графан. Все это подключается автоматически. Соответственно, метрика качества, уровень девопсов, они отвечают за то, что, собственно, сервис запущен и выдают какие-то ответы. Это действительно очень важно. Ну, если наш сервис не запущен, то вряд ли он хороший. У нас есть некий минимум. Четыре так называемых золотых сигнала. Это задержка, трафик, число ошибок и насыщенность сервиса, которые выводятся в графану в нашем случае и позволяют нам оценить такие базовые метрики сервиса. У нас это все достается бесплатно в качестве подарка продуктовой команде от инфраструктурной. Более обширный уровень качества – это уровень качества программиста. Мы верим, что основной способ поддерживать качество кода – это качественные практики программирования, это повышение образованности программистов, это, в конце концов, желание писать хороший код. Но не только. А еще мы очень верим в автоматическую проверку, в линтеры. У нас есть линтеры на типичные ошибки, линтеры на стилевые проблемы, линтеры на проблемы с безопасностью, линтеры на устаревшие зависимости и линтеры на все, на что мы написали. То есть я могу написать линтеры на то, чтобы комментарии всегда начинались с большой буквы, и это будет проверяться. И это отлично. Кроме того, разработчики у нас пишут юнитесты, разработчики пишут end-to-end тесты, разработчики пишут сервисы, специально написанные сервисы для тестирования. Но в конце концов, мы прекрасно понимаем, что главная метрика качества кода – это количество ватефаков в минуту на ревью. Ну, скажем так, человечество за свою историю очень бы хотело сделать более численную метрику качества кода. И придумали много метрик, количественных, таких как количество функций, количество классов, цикломатическая сложность. В принципе, и не очень хорошие новости, они работают не очень. Понятное дело, что такая задачка – написать код, который будет теоретически проходить по всем метрикам, но фактически быть плохим – это такая несложная задача даже для жуниевых программистов. Поэтому мы эти метрики не меряем. Меряем только покрытие тестов, поскольку если внезапно после какого-то коммита ввалилось покрытие тестами, то, наверное, что-то плохое случилось в этом коммите. Важно понимать, что после того, как мы наняли человека, который хочет работать хорошо, после того, как он написал тесты, которые проходят, после того, как много-много линтеров проверило за ним работу, у нас уже могут появиться только два вида ошибок. Ошибки действительно случайны, поскольку все мы люди, и люди ошибаются, да и машины тоже ошибаются, и ошибки в постановке задачи. Ни тот, ни другой тип ошибок, особо нет смысла их измерять и как-то заморачиваться непосредственно на исправлении непосредственно ошибок. В первом случае мы измеряем случайный процесс, это не очень хорошо. В втором случае мы должны исправлять, собственно, постановку. Важно понимать, что нам нужно исправлять процесс, а не ошибку. Нам нужно ставить такой процесс, который не позволит человеку допускать ошибку. Нам нужно, чтобы написать правильно, было проще и понятнее, чем написать неправильно. Это можно сделать, мы в это верим. Итак, но бывают случаи немножко посложнее. Многие тестировщики очень-очень сильно верят в то, что если я отправляю запрос, то из системы я должен получить один и тот же ответ. Но стабильность системы – это очень важно. И в принципе это так, но есть некоторые исключения, и даже много исключений, когда мы приходим в область машинного обучения. Машинное обучение – это действительно большая часть чат-бота. Метрики на уровне машинного обучения отвечают за то, что бот чаще угадывает ответ на вопрос, распознает смысл того, что пользователь рассказал, чем не угадывает. И в принципе у нас есть отличные новости. А машинное обучение – это подобность математики. То есть там должны быть какие-то прямо формулы. Все так? Ну да. Бот. А фактически это классификатор текстовых запросов. У нас есть бесконечное, потенциально бесконечное количество текстовых запросов, которые пользователь может написать. Я хочу изменить заказ, я хочу отменить заказ, я хочу купить себе свитер. Есть какое-то конечное количество классов, на которые мы хотим классифицировать эти все запросы. Ну, то есть, допустим, мы хотим понять, что вот все, все, все вот эти вот запросы, они говорят о том, что пользователь хочет изменить заказ. Ну, это простой случай, когда я хочу изменить заказ, соответствует такому-то классу. Есть значительно более сложные случаи для бота. Например, спасибо вам большое, это благодарность. То есть бот должен ответить и вам, пожалуйста, приходите еще. А вот, например, ну, спасибо, удружили. Это, наверное, сарказм. И отвечать вам тоже спасибо. Как это глупо. Соответственно, юмор, сарказм, троллинг, ну, и еще креативный брендинг. Это пока что довольно тяжелые области для бота. И, соответственно, в зависимости от присвоенного класса мы отдаем какой-то заранее описанный, ну, может быть, некоторым образом персонифицированный ответ. Возвращаемся к тому, что мы договорились, что математика нам скажет, насколько качественно работает вот эта вот та самая модель, которая классифицирует наши запросы. Есть не очень хорошие новости. Если просто так человек с улицы возьмет и попытается придумать метрику качества модели, то, скорее всего, у него получится очень плохо. Ну, и вот, допустим, accuracy — это наиболее очевидная метрика. Как раз число корректных предсказаний поделить на число полных предсказаний. Эта метрика неправильная. Домашнее задание — узнать, почему это так. Мы используем значительно более сложные метрики. Допустим, precision, и recall просто назову их. Не предполагается, что вы сходу это понимаете. После того, как мы понимаем, что не все классы одинаково важны для нас, мы понимаем, что можем взять какие-то классы с большим весом и, соответственно, выбрать более точные метрики. Хороший вариант визуальной демонстрации качества классификации — это confusion-матрица для классификатора. По горизонтали мы откладываем реальные классы, а по вертикали — предсказанные классы. Квадратик запрашивается тем темнее, чем чаще мы попадаем в реальные и предсказанные классы. В идеале должна быть закрашена только главная диагональ. В реальности мы понимаем, что это не всегда бывает, но по этой матрице мы видим, какие классы с какими мы путаем. Когда измерять вот эти самые метрики? Ответ на самом деле просто постоянно. После того, как обучить модель, перед тем, как запустить ее в прот, мы тестируем ее на предразмеченной тестовой выборке и получаем некую цифру, некоторую характеристику, которая нам говорит о том, пускать эту модель в фрод или не пускать. Но и по итогам работы модели, то есть в процессе работы, мы сравниваем результаты классификации чат-бота с результатами классификации людей. Да, мы это считаем. И мы можем буквально-таки в реал-тайме понять, что что-то сломалось, что-то наша модель делает не так. Скорее всего, заменить ее, переобучить. Есть еще нюансы с метриками машинного обучения. Окей, они хорошие, у них есть научная основа, но что конкретно означают эти метрики, что конкретно означает 3% точности, сколько это в деньгах, грубо говоря, не совсем понятно. Метрики машинного обучения не всегда напрямую конвертируются в простые и понятные метрики. Следующий уровень нашего качества – это уровень аналитиков. Все-все-все цифры о заказах и о работе Озона грузятся в аналитическую систему, в Power BI, и теоретически мы можем найти все ответы на вопросы в этой системе. Ну, фактически для этого нужны специальные люди-аналитики, которые отвечают за то, что цифры преобразовываются в знания. Основная схема того, как мы пользуемся метриками аналитиков, это воронка декомпозиции и дерево декомпозиции. У нас есть некий сценарий, по которому ходит бот, и мы видим, на каком этапе пользователи отваливаются, на каком этапе мы удачно завершаем сценарий, и сразу можем понять, в чем проблема. Может быть, мы плохо распознали, может быть, сценарий плохой, может быть, мы очень много и неправильно отвечаем, может быть, что-то еще. Итак, вот эти вот воронка и дерево декомпозиции отвечают на вопрос, на каком конкретной этапе бот не справился. Кроме того, с аналитиками у нас есть важный инсайт. Как только мы понимаем, что бот – это такой же оператор, как человек, мы можем применить к нему все метрики массового обслуживания, которые мы применяем к операторам в колл-центре. А колл-центр – это все про цифры. Это целая-целая область прикладного знания, такая так называемая теория массового обслуживания, которая отвечает за то, чтобы пользователи как можно меньше стояли в очередях. Ну, сначала так было. Теперь это все в интернете, но мы все еще стоим иногда в очередях. Итак, мы можем применять к боту те же самые метрики, которые мы применяли к людям. То есть, допустим, время обслуживания, качество обслуживания и так далее. Наш четвертый уровень качества – это менеджеры, конечно. В конце концов мы понимаем, что все наши метрики должны преобразоваться в что-то простое и понятное в деньги. За это отвечают как раз менеджеры. Основные метрики нашего бота на уровне менеджеров – это метрика закрытия тикетов. Ну, понятное дело, что число тех тикетов, которые бот решил, и метрика удовлетворенности пользователя. Немножко дальше посмотрим, как она считается. В некотором смысле эти метрики балансируют друг друга. Первая метрика, она скорее за компанию, а вторая метрика, она скорее за пользователя. В принципе, мы можем любому человеку, который обратился, давать 100 рублей. Это сильно повысит вторую метрику, метрику пользователя. Но вроде бы как, наверное, для компании это не очень хорошо. С другой стороны, мы можем не пускать пользователя к оператору. Это будет отлично для компании, но пользователь, наверное, будет недоволен. Это сильно повысит первую метрику, но понедит вторую. Но мы не делаем ни того, ни другое, потому что наши метрики друг друга балансируют. Итак, как нам измерить удовлетворенность пользователя? Ну, теоретически, если вы пойдете к своему менеджеру и скажете, ну, как нам измерить удовлетворенность пользователя, он предложит сразу много-много метрик. Их действительно много есть. Но в основном проблем понятны. Надо его спросить. Есть нюанс. Нормальные люди не заполняют форму обратной связи, которую мы, конечно же, присылаем. И это не совсем нормально для пользователя рассказывать о том, как ему понравился опыт общения с ботом. Поэтому мы действительно собираем фидбэк, но по нашему опыту наиболее полезный фидбэк – это фидбэк от операторов. Наши операторы очень быстро подмечают неактуальный контент в нашем боте, очень быстро подмечают какие-то ошибки и так далее. Но удовлетворенность пользователя мы тоже меряем. Итого, давайте сравним все эти уровни обеспечения качества. Сложно ли придумать метрику на каждом уровне? На уровне диопсов метрику придумать несложно. В принципе, берешь Google SRE eBook, читаешь, реализуешь, потом понимаешь, что ты не Google, потом все-таки реализуешь. Ну, как бы то ни было. На уровне программистов придумать метрику действительно сложно. Придумать хорошую метрику, но, с другой стороны, вроде как неправильно абсолютно субъективно оценивать. На уровне ML сложно выбрать хорошую метрику, причем не в смысле математики, а в смысле принадлежности к бизнесу. На уровне аналитиков, аналитики – это все про метрики. У нас есть целая область прикладной науки нам в помощь. На уровне менеджеров сложно выбрать метрику, но это основная их задача. Если вашему менеджеру сложно, возможно, есть смысл поискать другого менеджера. Конвертируется ли метрика в деньги на уровне девопсов? И что будет, если мы не уследим за нашей какой-то конкретной метрикой? На уровне девопсов в деньги метрика конвертируется очень просто. Если наш сервис упал, если он отвечает пятисотками в 80% случаев, мы можем очень хорошо посчитать, сколько денег мы потеряли. На уровне программистов в деньги эта метрика конвертируется в основном в долгосрочной перспективе. Да, конечно, мы можем не писать тестов, мы можем забить на качество. И сначала все будет нормально, сначала все будет нормально, а потом мы утонем в тех долгий, и мы не сможем ничего зарелизить. На уровне машинного обучения метрика конвертируется в деньги на подходящих проектов. Понятно, что далеко не всегда ML применима в тех проектах, которые ее применяют, но если мы не уследим за этими метриками для важных проектов, то проект просто будет бесполезен. На уровне аналитиков, метрики аналитики, они ключевые на больших объемах. До тех пор, пока у нас, допустим, 100 сообщений в боте, их могут читать просто люди. Когда у нас 100 тысяч сообщений, люди читать уже не могут, все это всего лишь статистика, вся эта пользовательская радость и боль становятся цифрами. На уровне менеджеров конвертируется, очевидно, очень просто. Метрики менеджеров — это и есть деньги, и если мы не уследим за ними, мы разоримся. Возникает тут же вопрос, а где, собственно, тут тестировщики, где есть QA? Возвращаясь к метафоре со слоеным пирогом, тестировщики — это некий сироп, который проникает на каждый уровень этого обеспечения качества, участвует на каждом этапе и, конечно же, сами измеряют и влияют на качество. Ну и есть еще одна функция — автотест тоже писать надо. А как еще? Бонус. А как еще можно потестировать нашего бота? Как только мы понимаем, что мы можем сделать очень просто какого-нибудь бота, ну, допустим, взяли одну древовидную структуру, а другую древовидную структуру и можем штамповать такие структуры несколько раз, мы можем предложить, а пусть бот тестирует бота. Ну, давайте напишем бота-тестировщика, который получает на вход выход другого бота и как-то это проверяет. И действительно это работает, действительно у нас это практикуется. Кроме того, мы можем написать бота-контроллера. Понятно, что если у нас есть чат, у нас есть некие шаблоны сообщений, которые мы считаем плохими, мы можем написать бота, который отслеживал бы эти шаблоны сообщений, ну, то есть, допустим, когда пользователь начинает ругаться, когда пользователь не получает ответа или когда наша машина обучения сходит с ума. И пусть он пишет нам сразу в слаг. Отлично же. Суммируем. Что мы можем понять из нашего проекта? Мне хотелось бы, во-первых, подчеркнуть, что это специфика именно нашего проекта. У нас B2C-сегмент, у нас продуктовая команда, у нас довольно крупная компания. Но тут мы понимаем, что для проекта из реального мира мы не можем требовать исчерпывающего ВТЗ. Мы не должны чувствовать себя несчастными, если его нет. Но зато мы можем ориентироваться на метрике. Сваливать работу по обеспечению качества на тестировщиков, это пусть к провалу. Буквально любой человек из команды должен понимать, каково качество проекта, должен заботиться о качестве проекта. И еще вчера выбор метрик – это было такое тайное знание продуктов. Вчера был на секции продуктов, там только разговоры, что про метрики, это про собеседование. Сегодня уже буквально каждый человек должен понимать, как конкретно измерить качество своей работы на своем месте. Ну, здравый смысл должен, надо не забывать. Вопросы? Спасибо. С микрофоном, если можно. Ни у кого нет вопросов? Да есть. Не увидел. Стена мешает. Пардон. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Вы говорили, что ботом можно проверить второго бота, собственно. И вопрос в том, на какой выборке вы обучаете второго бота, как вообще это происходит. Чуть-чуть подробнее расскажите в эту часть, пожалуйста. Допустим, у нас есть первый бот, он обучен на выборке диалогов из нашего контактного центра, то есть на проблемах пользователя. Второго бота мы обучаем на ответах первого бота, для того, чтобы он каким-то образом понимал, что должен первый бот писать, и понимал, правильно ли это или неправильно. Ну, соответственно, если неправильно, тогда он нам сигнализирует. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Собственно, вот следом вопрос. Получается, что вы фактически программируете второго бота отвечать и как бы подыгрывать первому, с учетом того, что вы его учите на выборке первого бота? Нет, нет, нет. Очень похоже. Мы обучаем второго бота контролировать первого. То есть, соответственно, наша цель найти все-таки ошибки в первом боте, поэтому мы не можем допустить, чтобы второй бот подыграл первого. Здравствуйте. Пошли большой за доклад. Возникает вопрос по ML-ной составляющей. Действительно, алгоритмы, как правило, дают только определенный процент точности. И вы можете рассказать поподробнее, как у вас строится здесь тестирование, потому что, если мы говорим про чат-ботов, ответы, они, даже если мы попали в нужный интент, намерение, то они, как правило, вариативны. Это первая составляющая. Вторая составляющая, что можно десятками фраз попасть в данный интент, но на какой-нибудь 101-й фразе мы пролетаем мимо, хотя она релевантна. Как вы ходите из данных ситуаций в тестировании? Да, совершенно верно. Тестирование ML – это совершенно отдельная, довольно сложная область. Но вкратце у нас есть два больших цели, когда мы говорим об ML. Во-первых, не говорить откровенной глупости. И, во-вторых, статистически попадать. Не говорить откровенной глупости – это, допустим, когда нам говорят «здравствуйте», а мы говорим «до свидания». это плохо, это попадет на, скажем так, соответствующие сайты. Пользователи будут ругаться, и пользователи будут недовольны. Это мы фиксируем автотестами. Окей. Мы можем… Все-таки у нас есть ML-система, на которой мы можем написать автотесты. То, что бот на «здравствуйте» отвечает, вам тоже «здравствуйте». Все остальное мы меряем метрики. То есть если мы в 80% отвечаем качественно, я еще раз уточню, что не точно, а качественно. Есть несколько метров качества. Тогда все хорошо. Если метрика падает ниже, все плохо. мы не пускаем модель на прот. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Первое. Судя по тому, что я увидел, вы не обучаете, а все же описываете на Ямл-подобном языке вашего робота. Верно? То есть обучение происходит именно для НЛУ и НЛП. Ну, для Named Entity Recognition и всего остального обучение происходит. Но вот кусочек кода, который я видел… Давайте, наверное, сразу проще. Так. Это две разных вещи. Соответственно, бот фактически состоит из трех частей. Первое – это довольно много интеграций, ну, понятное дело, с нашими внутренними системами. Второе – это НЛУ и НЛП часть. Третье – это сценарий бота. Понятное дело, что НЛУ часть – это в буквальном смысле классификатор, который обучается, может быть, на BRT, может быть, на FastText, может быть, на какой-то нейросетке, классифицировать по интентам. Итак, ну, этого мало для чат-бота. То есть мы хотели бы вести диалоги, мы хотели бы как-то вариативно отвечать чат-ботам. И после того, как мы обучили эту, предположим, на нейросетку, в дело вступает уже сценарий, который мы пишем действительно, может быть, на Ямл или на Джейсоне, то есть, допустим, пользователь задал такой-то вопрос, мы получили такой-то интент, и мы уточняем. То есть, допустим, пользователь задал вопрос, могу ли я поменять, а мы хотим уточнить, а в каком вы городе? За первое отвечает НЛЮ часть, за второе – часть сценариев. Используется ли для named entity recognition поддержка контекста текущего? Например, там вопрос про какой-то товар, да, и у вас жестко ограничен словарь товаров, да, но он известен только при запросе там к дальнейшему бэкэнду. Вы как-нибудь решаете такие проблемы? Скажем так, да, NER – это отдельная задача. Нужно ли учитывать контекст? В задаче такой вопрос. В принципе, если мы получили какое-то название товара, неважно в каком контексте, или, скажем, адрес, или имя, может быть, нам нормально просто понимать, что мы получили адрес или название товара. То есть, в целом, нет, мы не используем контекст при NER, но, скажем так, в основном, потому что это все-таки сложновато, а мы должны отвечать более-менее в реалтайме. Да, кстати, о реалтайме какое время у вас ответов? Да, ну мы понимаем, что пользователь, в принципе, может потерпеть где-то, ну, секунду, а, скажем, 5 он уже потерпеть не может. То есть, если мы отвечаем больше, это очень плохо, мы отваливаемся по таймауту. Но, в принципе, сейчас мы отвечаем реально быстро, так что, на самом деле, даже чтобы не фрустрировать пользователя, у нас стоит задержка на бота, поскольку иначе иногда на некоторых мобилках получается, что пользователь получает свой вопрос и ответ бота одновременно, и это людей пугает. Ну и последний вопрос. Вы как-нибудь решаете проблему сложных приложений? Например, хочу это и это и это. Это достаточно сложная задача, когда у вас может быть действие, а потом несколько сущностей или действие сущность, действие сущность. Да, это прямо реально сложно. Скажем так, как это решать с точки зрения NLU, более-менее понятно. То есть мы определяем несколько интентов, мы хотим это, это, это. Как писать на это сценарий? То есть я хочу там отменить заказ и купить что-то еще. Это значительно более сложно. Это действительно сложная задача, мы с ней работаем, но пока что действительно сложно. Понятно, спасибо. 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 Спасибо.